22 июня этого года в возрасте 94 лет ушел из жизни близкий друг Сибирского Рериховского общества и почетный член Музея Рерихова в Новосибирске Марк Александрович Макульский. Известный ученый, доктор физико-математических наук, профессор, главный научный сотрудник Института молекулярной генетики РАН, долгие годы возглавлявший этот институт. Познакомившись с Марком Александровичем более 10 лет назад, мы поддерживали с ним самые добрые сердечные контакты. Ознакомство произошло благодаря письмам Марка Александровича к Наталье Дмитриевне Спириной, хранящиеся в архиве Сибро. В одном из писем был указан его московский телефон. Мы позвонили Марку Александровичу, и оказалось, что он был очень рад познакомиться с сотрудниками музея, основанным Натальей Дмитриевной Спириной. Так завязалась наша дружба. В 2012 году он побывал в Новосибирске, познакомился с музеем. В каминном зале состоялась теплая дружеская встреча с коллективом Сибро. Марк Александрович также посетил и мемориальные квартиры Натальи Дмитриевны в Академгородке. С Натальей Дмитриевной его связывала большая дружба. По словам ученого, он испытывал чувство огромной радости от пребывания в Новосибирске и от того, что он здесь увидел. В свою очередь, сотрудники Сибро, приезжая в Москву, неоднократно встречались с Марком Александровичем, плодотворно общались, делились новостями, касающимися работы в музеях Рериха в Сибири. Сотрудники московского представительства Сибро дружили с Макульским, часто навещали его, каждый год поздравляли с днем рождения, передавали все новые издания Сибро и журнал «Восход». И с изданиями нашими он не просто знакомился, а высоко их ценил, часто возвращался к ним, перечитывал, держал в книгах закладки. По нашей просьбе Марк Александрович много рассказывал о своей жизни, о самых ярких и значимых ее моментах. Он рос в очень творческой атмосфере, царившей в их доме. Отец его был известным литературоведом и театроведом, доктором филологических наук, профессором Ленинградского университета. Мать-переводчица по профессии была страстной поклонницей творчества Николая Гумилева и привела любовь к поэзии юному Марку. Однако Марк Александрович не пошел по стопам родителей, он становится физиком-теоретиком, а в последующем посвящает свою жизнь молекулярной генетике. Работает в Институте атомной энергии Курчатовском институте под руководством знаменитого академика Александрова. Далее долгие годы руководит Институтом молекулярной генетики Академии наук СССР. Исследования ученого отмечены многими государственными наградами и премиями. Отдельная страница биографии Марка Александровича – дружба и общение с выдающимися людьми. Как говорил сам ученый, в его жизни было два особенно замечательных человека, с кем его счастливо свела судьба. Это академик Анатолий Петрович Александров, президент Академии наук СССР, выдающийся советский ученый, и Святослав Николаевич Рерих. Макульский работал под непосредственным руководством академика Александрова, которого безмерно уважал и как ученого, и как человека. Знакомство Марка Александровича со Святославом Николаевичем Рерихом произошло в 1978 году. Он рассказывал об этом так. Ему позвонил писатель Валентин Сидоров, с которым они были дружны, и сказал, что приезжает Святослав Рерих, и что он ищет возможность выйти на президента Академии наук Александрова по вопросу Института Урусвати. Марк Александрович вспоминал. «Тогда я предложил устроить эту встречу. К тому времени мы с женой побывали на выставке картин обоих Рерихов, познакомились с их трудами, прониклись и прозрели. И отношение к этой семье у нас было как к выходцам из другого пространства. Благодаря его содействию встреча Святослава Рериха с академиком Александровым состоялась. А спустя некоторое время, вспоминал он, мне позвонили и сообщили, что Святослав Николаевич хотел бы со мной познакомиться. Я приехал в гостиницу «Россия», где остановился Рерих. Вышел Святослав Николаевич. Хочу поблагодарить вас за то, что устроили встречу с президентом Академии. «Потом мы пили чай», — Святослав Николаевич говорил, «надеюсь, что мы с вами будем встречаться и работать вместе». Я в глубине души удивлялся этим словам, так как в связи с моей работой был человеком засекреченным и невыездным. Однако, действительно, с этого времени общение Макульского с Рерихом стало регулярным и в Советском Союзе, и в Индии, куда стало возможным выезжать. Марк Александрович много рассказывал нам об этих встречах, каждый раз вспоминал все новые подробности и детали этих бесед. Он говорил, «Каждая встреча со Святославом Николаевичем воспринималась как огромная ценность, потому что не только разумом, но и сердцем ты чувствовал, что находишься в обществе замечательного, необыкновенного человека, одного из тех, которые и были избранниками богов». Это, конечно, незабываемо. В «Дар Сибро» Марк Александрович передал большой комплект фотографий, сделанных во время встреч с Святославом Николаевичем и в Индии, и в Советском Союзе. От Марка Александровича мы также узнали, что он был дружен с Павлом Федоровичем Беликовым и состоял с ним в переписке. Не раз навещал его в Таллине. Марк Александрович передал в архив Сибро, хранившуюся у него рукофись Павла Федоровича Беликова, Рерих, опыт духовной биографии, а также его письма. Самые теплые и уважительные отношения связывали Марка Александровича с Натальей Дмитриевной Спириной. Они много раз встречались, состояли в переписке. «С первой же встречи с ней я понял, что, имея дело с человеком особого склада, — вспоминал он, — она была необыкновенной женщиной, человеком удивительной душевной крепости. Есть нечто такое, что невозможно описать словами. Находиться в обществе некоторых людей особенно ценно. Эти люди высокого духовного уровня. Ощущение, что ты находишься рядом с источником какого-то очень благоприятного излучения». Весной 1981 года Марк Александрович сообщает в письме Натальи Дмитриевне. Цитата. «Каждый месяц в Институте атомной энергии имени Курчатова функционирует лекторий «Наука и человечество». Им руководит академик Александров. «Я уже давно задумал показать для сотрудников Института фильм о Рерихах. И вот 30 марта это удалось сделать. Вступительное слово говорил я. Было много вопросов. Очень приятная, уважительная, светлая атмосфера. Знаю, что вы, Наталья Дмитриевна, порадуетесь этому. Жалею, что вас не было там. Было более 600 человек. Два часа слушали и думали о возвышенном. Большой ценитель поэзии Марк Александрович очень высоко отзывался о стихах Натальи Дмитриевны. Получив из Сибро книгу-альбом «Весть красоты», он позвонил в Новосибирск и сказал, что все эти дни читает ее стихи и не может оторваться. «Это великий поэт. Я пережил очень сильное чувство, как много могут сказать стихи о Наталье Дмитриевне. Этот человек знал самое главное в жизни и не побоялся сказать об этом». Это его слова, Наталья Дмитриевна. Сотрудники московского представительства Сибро, бывая у Марка Александровича, рассказывали ему об Алтае, дарили фотографии горных пейзажей, белухи. Это вызывало у него большое восхищение. Сам он, бывший альпинист, очень любил горы, покорил многие вершины Кавказа. И даже встреча с его будущей супругой произошла в горах. Это еще больше сближало его с нами и с Алтаем, где он, конечно же, мечтал побывать. Общаясь с нашими сотрудниками, Марк Александрович говорил, как важно для него было то, что появились люди, с которыми он мог поделиться дорогими ему сердцем воспоминаниями о встречах со Святославом Николаевичем. Он думал, что воспоминания, связанные с ним, уже не будут востребованы. И был неизменно счастлив вновь и вновь вызывать их в своей памяти и щедро делиться со своими молодыми друзьями. До последних дней он искренне интересовался новостями Рериховского движения, делами Сибро, и всегда передавал привет сотрудникам. У него было очень много планов на научное изыскание. Дух его постоянно был устремлен и освещен новыми идеями. В нем постоянно горела жажда изучения нового, неизвестного. И это вызывало у нас глубокое уважение и восхищение. Марк Александрович был удивительным человеком, светлым, жизнелюбивым, обладавшим большой внутренней культурой. Всех, кто его знал, покоряли не только его знания, богатые эрудиции, но и тонкое понимание искусства, чувство юмора, человеческое обаяние. До последних дней жизни он работал, мечтал о новых достижениях науки, о достойном будущем для всех людей на Земле. Марк Александрович ушел в лучший мир, и пусть будет светлым его путь. Спасибо.